Даша, поздравляю вас с подписанием контракта. Успел уже абортироваться в команде? Ну, пока еще полностью не успел. Нахожусь только два дня здесь в тренировке. Ну, так, здесь не первый и не последний раз нахожусь, надеюсь. Ну, так, очень рад, что здесь нахожусь, очень рад быть в этой команде с большой историей. И приложу все максимальные усилия для того, чтобы команда показала хороший результат и как максимально достигала каких-то результатов на спортивной арене белорусского футбола. Ну, ты уже за несколько дней успел поучаствовать в тренировках, в тестировании. Какие у тебя впечатления от тренировочного процесса? Ну, пока только вкатываемся, это только начало. Понятно, тяжело всем дается, но я думаю, что тренерский штаб нас доведет к оптимальным кондициям, к началу сезона, и все будет хорошо. Ну, пока, честно говоря, тяжеловато. Ну, в первое время всегда, так и после отпуска, входишь тяжело в тренировочный процесс. Ну, я думаю, что с таким хорошим тренерским штабом, как у нас, подобраны отличные и тренера, и люди, мы потихонечку-втихонечку катимся, и все будет хорошо. В прошлом сезоне ты успел поиграть в двух командах, в Иссуще и в Борисском Динамо. Каким для тебя запомнился этот сезон? Ну, в первую очередь, конечно, финалом Кубка Белоруссии. К сожалению, не получилось выиграть, есть такой немножко грустный отпечаток. Ну, так больше и не скажешь. Ну, скорее всего, вот это вот такое событие было в карьере, скажем так, знаменательное. А больше так ничем не запомнился этот сезон. По выступлениям за Славию, ты, наверняка, знакомый с Костровым, с Пантией. Советовался с ними добрый сезон? Да, очень. Ну, очень. Это, как можно сказать, мои очень хорошие, близкие друзья. И мы с ним очень давно знакомы. И они приложили тоже большой вклад в то, что я отказался здесь. Что, ну, мой выбор пал в пользу этого футбольного клуба. И именно в Славии ты задержался больше всего в своей карьере? Там, два с половиной сезона? Вот как можешь вспомнить? Ну, этой команде я могу только отзываться теплыми словами. Потому что там был хороший сезон и в первой лиге, и в высшей лиге мы неплохо выступали. А как возник вариант с Гомелем? Были, может быть, другие варианты продолжения карьеры? Ну, да, были. Но я, Владимир Владимирович, позвонил, мы с ним поговорили. Поговорили с руководствами. Я принял решение, что для моей карьеры лучший вариант развития – это футбольный клуб Гомель. Какие для себя ставишь цели на этот сезон? Ну, прям так цели не могу говорить, какие стали. Но для меня, в первую очередь, это самое главное, чтобы команда как можно больше игр выигрывала. И как можно выше поднимать турнир на таблице, я предложу для этого максимальное усилие. Что от меня зависит, я все буду делать. Так что такие цели. Только побеждать в каждой игре. И все. Спасибо. Спасибо.